Добрый день, уважаемые жители Республики Сахая-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Республике характеризуется 97 новыми случаями выявленной коронавирусной инфекции. В городе Якутске зарегистрировано 49 случаев, в Мюрингринском – 7, в Мюрингринском – 6, в Жиганском и Хангаласском – по 4, в Верхневилюйском, Мегинокангаласском и Меконском – по 3 случая. По 2 случая зафиксировано в Алданском, Горном и Сиалданском, Чуропчинском лусе. И по одному случаю в Вилюйском, Ленском, Намском, Татинском и Тампонском лусе. Уважаемые жители Республики Сахая-Якутия, необходимо обратить внимание, что новые случаи, которые фиксируются на территории Республики, уже начинают быть связаны с возвратом категории граждан, те, которые уезжали в отпуска в июне месяце. Совершенно достаточно сложно работать сегодня медицинским учреждениям и организациям, тогда, когда появляются новые завозные случаи. И, конечно же, граждане, которые приезжают из других субъектов Российской Федерации и чувствуют недомогание, то есть имеют признаки острых респираторных заболеваний, должны беспокоиться не только о собственном здоровье, сообщив об этом соответствующему медицинскому учреждению и организации и приняв меры к самоизоляции, но и о непосредственном здоровье тех, кто непосредственно их окружает. На настоящий момент фиксируются случаи тогда, когда беременные женщины возвращаются с отпусков и, соответственно, получив вирус, попадают на больничные койки, когда возвращаются с отпусков и собирают семьи для того, чтобы, безусловно, отметить очень хорошее мероприятие, что приводит к быстрому распространению инфекции и возникновению групповых очагов на базе семей. Наиболее сложными случаями в настоящий момент являются случаи, которые возникают как среди беременных женщин, так и среди граждан, которые страдают хроническими заболеваниями. Еще раз обращаем ваше внимание, что единственным способом ослабить течение заболевания и обезопасить себя и окружающих является вакцинация, которая проводится у нас на территории Республики Саха-Якутия всеми поликлиническими звеньями. И, соответственно, вакцина в полном объеме имеется практически уже в каждом улусе. Есть только два улуса, куда не довезена вакцина, и то в ближайшее время она будет туда доставлена. Это в большей степени связано с логистикой. Лаборатории Республики Роспотребнадзора продолжают проводить исследования на новую коронавирусную инфекцию. 3 275 исследований было приведено за последние сутки. Увеличение количества исследований связано в том числе и с дополнительными исследованиями, которые проводятся для тех граждан, которые участвуют в Играх Мончары, а также непосредственно для тех сотрудников органов государственной власти, органов местного самоуправления, для которых введен соответствующий режимный пропуск в объекты, места размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления. На 7 июля 2021 года в республику поступило 271 187 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Поставили у нас уже вакцину 221 986 человек. В целом использовано 81,4%. В целях стимулирования вакцинации граждан вчера было принято решение о введении непосредственно акции по стимулированию фонда будущих поколений. Соответственно, сегодня у нас в республике начинает реализовываться акция недельная и акция финальная. Еженедельно будут подводиться итоги тех, кто привился первой дозой вакцины против новой коронавирусной инфекции. Один раз в неделю на канале НВК САХА и финальный розыгрыш будет состояться, финальное стимулирование. Будет касаться всех тех, кто прошел вообще вакцинацию с его начала. Итоги будут подведены 31 августа 2021 года. Подробнее непосредственно с самими условиями проведения соответствующей стимулирующей акции можно ознакомиться на сайте фонда целевого фонда будущих поколений. Уважаемые жители республики САХА и Кутя, сохранить здоровье себя и своих близких для дальнейшего сохранения возможно лишь только путем вакцинации. Спасибо. 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 Спасибо.